Продолжение следует... Владелец кони фермы, в ней сейчас располагается детский садик там за забором, а дом он строил с интересным расчетом, этот помещик очень любил играть в карты и строил свой особняк именно для этих целей. Посмотрите, какой интересный архитектурный план был у этого здания. Вот парадный вход когда-то был. Вот, и в этом особняке располагались... Была одна большая комната для карточной игры и много мелких помещений, в которых могли переночевать друзья этого картежника. И в какой-то момент никто не приехал, ему было скучно, и он пригласил поиграть в карты своего конюха. Конюх жил в подвале задней части этого особняка. Именно в том подвале, где сейчас располагается мастерская нашего доктора Айболита. Так вот, пригласил он конюха поиграть в карты и проиграл конюху. Конюшни вместе с подворьем. Собрал свои остатки капиталов и уехал за границу. А время было лето 1917 года. Конюх не успел вступить во владение этим поместьем шикарным. И переехал обратно в свою конуру. А купечески этот барский дом заняли коммуналки. И через много лет, или уже 40 лет, здесь живет доктор Айболит Кулеш Валерий Петрович. Почетный ювелир, реставратор, мастерская художника Ку. Нас ждут. Заходим в гости. Привет, Петрович. Сегодня наш доктор Айболит Петрович будет лечить собаку и старое зеркало. У него в очереди на лечение уже, смотрите, выстроился тигр. И наверняка еще ряд других животных и предметов. Конечно, вот тут собаки, кони, люди. Все стоят в очереди. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. Это про Петровича сказка. Приступим к нашим технологическим опытам по восстановлению предметов. Ну вот, поставлена задача. Пришла часть вот такой красивой-красивой собачки. Каслинская. Хорошая собачка. Но момент такой. Отливались такие собаки с пушистыми хвостами отдельно. Хвосты отдельно, туловище отдельно. Хочется. Подожди, подожди, подожди. Давай конструктивно покажем, как выглядит собака. Друзья, смотрите. К Петровичу попала псина с отбитым хвостом. Не отбитый, он разобранный. А разобранный. Хвост где-то по дороге потерялся. Ну да. Ну а Петровича желание всегда вернуть к жизни обиженное пользователями животное. И оказалось, что у меня в магазине появилась такая же собака. Это одна из первых послереволюционных собак. Обратите внимание, я потом крупнее покажу. У нее есть веточка, которая в дальнейшем со скульптур собаки пропала. Так как довольно сложная, увеличивает количество мелких деталей при отливке. И все вот эти собаки, они разные. С каждым десятилетием размер вот этой веточки уменьшался и уменьшался. И в 90-х годах она пропала совсем с этой площадки. Ну а Петрович увидел в собаку... Нет, хвост. Да, сказал, что... Дело в том, что на картинках есть они. Можно хвост клонировать, если он есть реальный. То можно взять генетический слепок и сделать хвост такой же точно, как у собаки. И что интересно, делать это Петрович будет, как обычно, примитивными материалами. Да. Условно говоря, инструментами, сделанными Петровичем на коленке. И мы все это вам покажем. Вы сможете сами это все повторить. Теперь тебе слово, Петрович. Только смотрим в камеру. А, теперь. Тут видно, как был процесс. Что хвостик тоже приставной был. Он отливался отдельно. Чугун, каслинский. Тут штырь стоял. Ничего. Наша задача, конечно, на коленке. Чугун я не... Ну, кто меня умным назовет, правильно? Ну, есть легкоплавкие сплавы. Например. А? Ну, я этот Гартовский. Это, который... В свое время типографские шрифты отливались из Гартовского сплава. Типа свинца что-то? Да, да, да. Там цинк, олова, свинец такой. Ну, он такой жесткий, хрупенький такой. Ничего. То есть, в домашних условиях это все можно сделать? Ну, это все. Это на электроплитке плавится. Это все нормально. И мы это все покажем. Да, конечно. Так вот. Значит, это вот, Леша, твой хвостик. Нам нужно теперь вот с вот этого места, где тут читается стык, стык хвоста с туловищем. Сейчас начнем делать слепок. Элементарный, берем элементарный детский пластилин. Ну, я тут немножко заготовочку сделал. И находим центральную линию, где стык был. Так. Вот так вот. Сейчас мы его. Ну, ты ж просил, чтобы... Все показываем, как должно быть, конечно. Все показываем. Кто еще зрителям такое покажет, Петрович? Это эксклюзив. Да, конечно. То есть, Петрович, по центру линии хвоста облепливает пластилином. Пластилином, да. Ну, чтобы снять вот эту часть. Одну половинку, а потом вторую половинку. Будет вторая, да. Держит, например. Конечно, нельзя сказать, что получится... Идеальная отливка. Нет. Ну, хотя бы она в детали какие-то получатся нормальные. Так, теперь это лишнее убираю. Отрезали нужный кусок. Да, лишнее, да. Так, теперь... Что у нас тут? Друзья, я такое, честно говоря, такой технологии тоже никогда не видел. И для меня это тоже первый раз. Да ну, ради бога. Ну, что ты... Петрович, ну... Слепить. Это так, на всякий случай тут. Да ну, шучу, конечно. Вы отливали в консервных банках и черепая. Ну, все, я в песке, в глине форму делаешь. Свинец нагрел на углях. И тут же аккумулятор разобрал. И уже получился крестик, костетик или еще что-нибудь. Все через это проходили. У меня под домом стройка была. 14 лет дом строили, этот выставочный зал. Ага. 14 лет его строили. Помнишь, сколько там был подвала? Это на Рженикидзе готов? Да. О, так здрасте, я же его проектировал. Это же Катамановский дом такой, да. Ну, вот. А я на Рашпе, это, 34 дом, вот это, там, кубик. Так. Ну, ладно. Так, защиту такую, чуть-чуть. Это что мы сделали сейчас? Рак, это такой? Да нет, это я, чтобы... Не растекся. Сильно мусор ушел. Все, я понял. Понял. Ну, нам-то нужно тут только-то корочку снять. Теперь, простейший... Так, ну, видите, что получилось, да? Сейчас нужно пойти этот инстинк... Стояй, бояться. Собака боится, что получит новый хвост и убегает. Ага. Ну, вроде бы нормально было. Не получилось. Сейчас выставить. Вроде бы как горизонтально. Так, теперь, сейчас я принесу, принесу ВИПС. А я вам покажу, что тут у Петровича за склады. Посмотрите, сколько здесь. Просто, ну, вот просто всего, что только может быть. Я не знаю, зачем Петровичу столько ошейников собачьих. Такое впечатление, что у него была целая свора собак. Тены, приборы, какие-то штучки. От которым я даже название не знаю. Ну, корпус от старого телевизора. Выполняет роль какой-то полки. Судя по всему, мне какой-то не очень ядовитой химии. Ну, да. Я сейчас еще вам покажу тут. Склад всяких дощечек, которые, если нужно, просто залез под стол и взял. И не нужно ничего ходить искать. Огромное количество всевозможных винтиков, болтиков. Это коллекция магнитов всех форм и размеров. Очень нужная вещь. Так, Петрович вернулся и продолжил. И это. Значит, никаких тут обыкновенная вода. Теперь часто задают вопросы, знаешь, какие. Говорят, а какие пропорции нужны, когда гипс затворяешь. Ну, кто-то спрашивает, растворяешь, понимаешь? Ну, затворять. Гипс нужно затворять. Затворять, а не растворять. Про самое правильное, ребята, самое, вот запомнишь, самое правильное затворение гипса, это берем так, берем воду, ну, примерно, примерно, вот столько. Ага. Берем гипс, банки, интересно, и какой-то, да, и, да, Г-16. И, значит, гипс засыпается в воду. Не вода в гипс? Ни в коем случае. Ага. Гипс засыпаем в воду. Обычно в растворы все воду добавляют, а здесь наоборот. Нет, наоборот. Обратите внимание, есть нюанс. Насыпаем так, чтобы получалась горка. Ну, я бы сказал, что уже вроде как хватит. Вот, наблюдаем момент. Наблюдаю. Вот смотри. Хоп. Сейчас, подожди, подожди. Что там такое? Все, водичка подошла к самому верху. Кверху, ага. Вот все, значит. Лишнее выливаем, да? Нет. Выливаем воду. Ага. И то, что осталось. Да. А все, что осталось, размешиваем. Ага. И вот это получается, что самая... Сметана такая. Да. Сметаночка. Так, смотрим дальше. Заливаем. Заливаем. И... Заливаем хвостик. Ну, да. Если сделать такой консистенции гипс, то он, смотрите, не сильно растекается. Конечно. Я как-то экспериментировал с гипсом, но видите, Петрович делает это... Ну, вот оптимальное, оптимальное количество... Я понял, вылилось. Воды, да. А получается, что ежели воды будет побольше, чем надо, он растечется. Не боится всем. А ежели недостаток, он комками станет. Ну, теперь нам... Ты же говорил, что торопиться некуда. Мы не спешим никуда. Ты же мне... Насколько ты мне дал свою эту... Чего? Как ее? Я же тебе сказал, насколько надо, Петрович. Ага. Что ты... Сколько надо, столько и делать. Ну, красиво так, Пашин. Все. Сейчас мы это... О-о-о-о. И что здесь вот ты сейчас делаешь? А? А воздух как ты будешь выпускать? А воздуха там нету и не будет. То есть, не завоздушивается? Нет, не абсолютно. Это я... Почему? Ну, знаешь, ладно, выброшу. Петрович хотел из этого гипса. Из остатков еще что-нибудь сделать. Подумал, подумал. Делать нечего. Придется выбросить. Представляете, какой экономный расход материалов. То есть, с советских времен приучили. Здрасте. Когда ты делал отливки в советское время, то ты сразу ставил кучу форм. Вот. И заколотил там пол ведра. Ну, вот на сколько хватило, на столько хватило. Чтобы это... Если экономика должна быть экономной. Вот. Ну, это уже все можно выкидывать. В общем, обложили старый хвост. Не старый, а настоящий гипсом. Ну, теперь, ну сколько? Да, минут 15. Минут 10 до 10-15. Ждем, когда застынет. Так, ага. Гипс застыл. Так, ага, только покурили, да, 10 минут. Сейчас, сейчас провешу, сейчас. На всякий случай. Так, все. Все. Появилась корка, ничего не прогибается. Можно снимать. Слушай, а ты мазал чем-нибудь форму? Без вазелина? Это мышь ту, другую сторону. Боже. Мазать. А, то есть ты сразу две будешь делать, что ли? Ладно, не буду забегать вперед. Ух ты. Ну, подожди, не спеши. Вот, друзья, получился вот такой вот слепок. Да. Половинки хвоста. Ровно по контуру. О, смотри. Пластилин сейчас отсвечивает. Очень яркий свет у нас. Студийный теперь появился. Вот так она выглядит. И сейчас посмотрим, что будет Петрович с ней делать дальше. Блин. Ну, я ее помою потом. Да все, все. Я вообще не переживаю за это. Твою лошадь. Может, ее потом все-таки почистить и покрасить? Нет, красить точно не надо. Саша будет против. Это Паша нарушил? Нет. Александр мой боец, который не любит продавать вещи, которые уже перекрашены. Краска-то не родная будет. Покрасить я из баллона и сам могу. Знаешь, с золотом. Как это называется? Сусалочка из баллона надуть. Ну, да. Ну, а теперь вот эту поверхность. Конечно, лучше сейчас ее чуть-чуть промазать чем-нибудь. Какую поверхность? Ну, вот это гипс. Не спеши. Вот сюда мы чего мажем? Ну, масло какое-нибудь. Масло. Мажем масло. Мажем масло. Сейчас. Мажем масло. Вот это у меня где-то кисточка будет. Сукукать всех этих масел. Они же все разные. И каждое масло нужно применять. Да. По технологии. Да. Это, конечно, масло. Какое-то, наверное, густое нужно, да? Да, конечно. Вазилин. Остановка камера стоит, а ты бросай. Не-не-не. Вот. О, вазилин. Вазилином не пользуемся. Это циотием. 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 Да. Так. А зачем мы будем мазать? А, чтоб оно не, этот... Не слиплось? Да. Чтоб оно не слиплось. Угу. Смазочная паста под названием Центим. Да ну что же... Подшипники смазывать ей. Чтоб не растекалось. Ну да. Что-ни-что. Петрович, не все знают, что такая смазка бывает. Это для тебя очевидные вещи. Конечно, зрители-то разные. Ой, не говори. Сейчас в этом, в Фейсбуке, один мальчик, как по своему разумению, выложил чертёж. Так ему как начали там вопросы задавать. А шо это такое? А это винт? Это вот это шо пунктирная линия? Вот это... Ну человек, который... То есть выдумывать начал эти... Условное обозначение. Да. Условное обозначение. Ну прикольно. Бывает такое. Поэтому и общепринято они были. Чтоб для всех было понятно, что это означает. Так, мы сейчас будем вторую сторону снимать, да? Да. Очень интересный процесс. Эту ставим назад. А как ты её закрепишь? А зачем? В смысле зачем? Зачем её закреплять? Видите, как много деталей узнаёшь. Она же тяжёлая. Вы же видите, специальная подставочка. Ну... Опа, подставил. Да. И никакой скотч, никакие струбцины. Не нужно. Главное правильный угол выбрать. Правильный угол. И... Ну да. Угол правильно выбрать. Как его? Ну... И понять, где точка веса придавить. Скотч, да. Где он тут был? Не вижу. Да ёпки-пок. А зачем тебе скотч? Так, поперим. Рамку сделай. Рамку сделай. Только, чтобы был под рукой. Только, чтобы был под рукой. Не торопись. Найдёшь. Ладно. У меня ещё запасной есть. Ой-ой-ой. Такую же рамочку Петрович делает. Только уже... Не, ну опять же. А, интересно. То есть сейчас всё, что лишнее... По сути, пластилина не будет. И сразу будет форма хвоста. Так я понимаю? А-а-а. Вы понимаете, хитрость какая технологическая. Но это всё нужно знать и попробовать заранее. Я вот не знал, как это делается. Теперь вижу. Ну да. У меня всегда была проблема. А как же эту вторую часть отливают? А вот как. Всё очень просто. Учитывая, что это можно сделать в домашних условиях. Да, ну... Обратите внимание, для того, чтобы получился хороший раствор, из чашки нужно прихлебнуть обязательно. Ну да. Лучше пару раз. Тогда очень качественно получается. Всё-таки энергетика, наверное, передаётся так, через воду. Ну как, конечно. И получается всё очень хорошо. Так, получается на сколько там? 50 грамм воды? 70, да, где-то? Да, ну я в принципе как. Вот смотришь, сколько... Ну да, по объёму. Приблизительно объём, ну такой. Правда, я тут переборщил, но... Придётся выбросить хороший. Да, сейчас мы горку сделаем. Ага. И как только горка намокла, можно остальное сливать. Вот я не знал этого. Очень интересный рецепт ты всегда получаешь от Петровича. Жизненные и технологичные. Да. Вот так. Сейчас досохну. Вернее, намокну. Чуть-чуть-чуть. Верхушечка намокла всё. Как только верхушечка вся намокла, Петрович воду сливает. И получается нужная консистенция. Да, ну чё, Монтана. Монтана, не ты придумал, Бергетти? Нет. Любезная. Великолепная. Тут, смотри, какая красота. И потихоньку заливаем, чтобы все мелкие детали пропечатались в гипсовом растворе. И застыли. Единственное, что сегодня не получится отлить. Ничего, ничего. Знаешь почему? Потому что гипс, по идее, выстить. Ну как, доснимем, ничего. Ну да. Ну вот, хотя, вот, извините, зуботехники, ну они же любят без денежки, да? Ага. Вот. Там система какая? Вот он сделал эту гипсовку. Ага. И для ускорения схватывания его на печечку высушил. И потом сушить до такого состояния, чтобы... Ну уже вода вся вышла, да. Да, и по идее, по идее, получается, что уже вот тут он только-только-только формовал гипс. Ну сейчас же современный гипс какой-то синтетический. Он вообще просто в печке. Ну зачем платить эти бешеные деньги, дядька? Это обыкновенный же 16-й. Да, обыкновенный все. Только, ну, знаешь, мы же-то хотим, чтобы у нас хорошие отливочки были, да? Ага. Вот он мелкодисперсный такой, ну, более качественный. А тот, который уже зубоврачебный, вон есть у меня, он стоит, так он... Вовсе мелкий, да? Да, где... Стоит он. А, я понял. Ну вот, заполнили. Да. Форму по край скотча. Да. И ждем, что получится. Да. Снова у нас небольшой перерыв. Да, сейчас помыть же, а потом помыть. Ну опять минут 10. Минут 10. Пойдем. Пошло? Сейчас. Вот нужно, чтобы оно... Хрустело? Нагрело. Так, мы продолжаем. Петрович пробует температуру. Ну да. Гипс при застывании температура поднимается. За счет чего там поднимается температура? За счет того, что склеиваются частички, давят друг на друга. За счет давления появляется температура. Интересно, как это снимать, Петрович, будет. А как? Ну-ка, ну-ка. Оп! Да нет, это все еще. Подставочка волшебная. Видите, да? Собакин хвост получился полностью облеплен гипсом. Теперь надо аккуратно отделить. Ты знаешь... Хреново смазал, наверное. Хорошо смазал, ну... Или гипс хороший. Может быть... Край хорошо промазал, и он приклеился. Вот и все. Что там? Ага. Да? Ага. Вдавил просто туда. Да, вдавил. Ничего страшного. А мы будем какую-то операцию делать? Или может пусть застынет? Оставим. Ты знаешь, желательно... А давай не будем снимать его сейчас. Давай его. Давай оставим. Чтобы два раза одну и ту же работу не делать. Да, чтобы не... Правильно. Все, друзья. Мы оставляем этот гипс. Он застывает. А после того, как застынет, мы продолжим этот технологический процесс. Точно. Потому что, ну, как говорят, торопись, помедлить. Да, мы сейчас надколем где-то. Опять переделывать придется. А так он... Потому что еще... Нет, он теплый. Нет, он должен быть ледяной. Да. Все, оставляем, Петрович. Переходим к следующему процессу технологическому. Тоже очень сложному и очень интересному. Так подай, это про что ты говоришь? Про зеркало? Да. Это же мы оставляем. А, это-то оставляем. Сколько застывать будет? Часа три. Как минимум, пока вода выведет. Поэтому оставляем. Завтра доснимем, да? Или когда? Давай, да. Завтра будет время? Там, ну... А завтра что у нас? Четверг. Сегодня среда, завтра четверг. В пятницу уже все. Я в пятницу уже не приду, ни субботу, ни воскресенье. У меня мероприятие. Не, можно будет завтра. Прямо с утра забегу к тебе, да? Да. И быстренько отфигачим. Там у нас останется что? Сейчас я... Так и получилось, что краска тоже не бралась. На вот это не бралась краска. Скорее всего, ты прав. Насчет лака. Я думал, это дефект стекла. А вот это вот... Что? Это царапина, это с какой стороны? Не пойму. Это или с той стороны? С той стороны? А, с мордолицом. А, ну да, да. Так, ну и это... Подожди, это же предисловие. Предисловие небольшое. Друзья, уже несколько месяцев мы с Петровичем возвращаем к жизни зеркало 19 века. в современное время сделать вот такую форму с фацетом ни один станок не может. А вручную никто не хочет или не умеет. А дело в том, что это зеркало, оно было замечательным. Но при изготовлении в середине зеркала был дефект в 19 веке. И облезла амальгама. Сейчас амальгаму Петрович полностью удалил. И будем пытаться отполировать зеркало для того, чтобы нанести новый отражающий слой. остались даже отпечатки пальцев старого мастера. Видимо, с его грязных пальцев. Вот эти грязные пальцы они не дали амальгаме приклеиться. Сейчас мы их будем удалять. Если не видели... Это паста. Давай покажу. Паста алмазная. Паста алмазная. Один на ноль. Один на ноль для полировки стекла, вероятно, да? Специально. И камней. И камней. Вероятнее всего... Слушай, а вот тут, смотри, у тебя по фасету тоже убрать ее, да? Да, давай снимем, конечно. Вот. Да, песня. Полируется? Стекло хорошее там, по идее, должно быть. Только потом вещь его нуля хорошо, без жира. Естественно, я в ацетоне замочу его. Угу. То есть, вот эти все мелкие царапки сейчас уйдут, да, Петрович? Все уйдет. Я, честно говоря, друзья, первый раз вижу, как полируется стекло. Да, и что его там полировать? Оно как пластилины, да? Ты ж помнишь, когда из плексиглаза делали? Да. В шкуре там. Не, ну плексиглаз, он этот, мягкий совсем, там он пальцем полируется, условно. Ну да, ну мы чего, полировали чем? Зубной пастой? А тут алмазная паста, алмазная паста она. Ну это фасет, фасет. Так еще получится, что мы лучше сделаем, чем заводской. Легкий. Аж хочу химией сделать, не серебром. Прям интересно, что получится. Ну там написано, что поверхность заполирована должна быть в этот самый блеск. Ну понятно, это что, если амальгама, пленка натягивается, да, если мелкие дефекты, они получаются, отражаются на пленке. А если краска, то краска забивается в эти дефекты. Ну да, да. Там вот середина самая, это, была печальная. Вот там, как ты говоришь, где палец, как будто кто-то туда вставил. Ну так, под лупой было видно, что там был. Отпечаточек, да? Да, токтилоскопия там. То есть в 19 веке, друзья, ну тоже косяки были. Косяки были, да. Кто-то грязным пальцем ткнул в зеркало, и оно очень быстро умерло. Ну, золотые руки антикварного Айболита Петровича сейчас вернут, через 150 лет вернут это зеркало к жизни. Так, а где-то вот тут еще царапит? На середине, это же, да, это внешняя сторона. вполне. Она не столько этична. А не, она глубокая, думаю, которая, чисто гладить, загладить края ее, да и все. Больше интересно внутренняя часть, куда краска будет ложиться. Смотрите, зеркало кусок превращается в хрусталь такое впечатление. Ну, по идее, да. Это мой отпечаток. Пальцы не цепляются. Не цепляются. Вот здесь вот чуть, вот она, вот она, вот она. Уберите. А, вот она. Увидел прямо это? Ногтем будешь, и оно, чувствуешь, как это, неровная поверхность. Ну, у тебя очень чувствительные ноги у меня, они, грубо. Ну, я же не точу их на станке. Кстати, это Иутых. Я ролик. Вот, вот здесь, вот еще. Что говоришь, что ты? Да, как-то кинушку про Иутых смотрел, про Васю. И она показала свои руки. Рануще руки. Иутых это кто? Ютых, ювелье. Рануще. Не, я же не знаю. Ася, Ася. Не, не знаю. Ну, а чувавой-то и Влады тоже руки рабочие, без миникюров. Не, не, ну, ты, 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 я смеялся, конечно, вчера над ней. Ну, ничего, правильно. Ничего, да, если воспринимает нормально. И крутила, и тянула. О, вот. Она спросила, что возможно это, только если руками будешь работать, все возможно. Все, да. Ну, еще раз попросилась прийти. Ну, что? Нет, еще, еще. А, да, вот как раз на этом, на блике видно. сомат. . Угу. Угу. Сейчас подожди, ага, фу, есть сейчас, сейчас подожди. Вот, вот здесь есть, мы выберем участки где-то. Ну чё, ну чё знаешь, мой голос, а сейчас пальчиком, вот здесь вот где-то наш дача, вот она, вот она попадает, вот здесь, а ты ноготь ставь вертикально, вот под 90 градусов, тоже почувствуешь? Да нет, да, почувствуешь, Петрович, он будет, он должен скользить, вот ноготь под 90 грамм, мизинца поставь, он самочувствительный у тебя будет, поставь и веди его, и ты почувствуешь, он не скользит, вот, видишь как, чувствуешь? Вот, хрумкить подвижем. А по стеклу хрумкить не должно, знаешь же, да, там же гладкая поверхность, ноготь под 90 градусов ставишь и ведешь, и сразу почувствуешь. Поймал? Поймал, да. Я вот хочу так это, научиться серебро в зеркало полировать, так, давайте ногтиком ведешь, и дух там уцепляется, чувствуешь. Ну че? Да, песня, ну замечательно. Так, ну теперь, значит, давай, все равно руки пойду мыть, а это сейчас смыл. Вчера, друзья, мы остановились на том, что у нас остался застывать гипс по форме хвоста собаки, которую мы собрались с Петровичем планировать. Теперь тут она же ночь несъемная, понимаешь? Но, хотя мы там промазали этот, ну... Солидолом. Солидолом, да, стык. Ну вот, стык обозначить, ну... Вот смотри, мы вроде как обозначили стык. Так, тут она все... О, тут прелестно. А что там ты посмотрел? Стык первого слоя со вторым слоем. А, снизу, да? Да, ну вот тут наплыв был, значит, я вчера вот это пробовал, сейчас уже хорошо схватилось. Теперь, вот, вроде бы железяка, да? Ага. Значит, что мы делаем? Смотри. Подожди, не торопись. Да, давай. Оно должно треснуть четко. Что? Четко по центру? Опа! Подожди, не спеши. Посмотрю. Смотри, смотри. Видал? Да, треснуло четко по центру. Опачки. Вообще крутяк. Крутяк, да? Вообще крутяк. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, 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 так. Главное знать, куда стукнуть. Сыпется. Ну да, да. Да. Вот тут надо было смазать. Нет. Да, ну зачем. Сейчас мы его. Сейчас опять вот это. Раз. Все нормально. Такая специальная деревянная кияночка, чтоб она так. форма сам. Да. Ага. Так, да. лёгким постукиванием восьмикилограммовой кувалдочки устанавливаем крышку часов на место. Нет. Нет. Видишь, оно пошло. Пошло, пошло, пошло. Не застряло. Ну. Ага. Уже оторвалось. Вот край мешает. Вот он нисходит. Значит, мы сейчас и вот. Ну мы же показывали, как это. Да, да. Как это быстро сделать. Естественно. Шатается, шатается, шатается. Где-то что-то да, мешает. Да и все нормально. Все, вон он мешает кусок. Вот он. Отвалился уже. Сковырни его и все. Он уже отвалился. Видишь? Так, ты понимаешь, в чем дело? Это очень даже хорошо. Отвалился. Так. Теперь, знаешь, нам нужно совместить. Где же у нас тут стык. Хвостовик. Ага. Понарисую его. А вот он. Вот он. Нам нужно обозначить край хвоста, который входит в позвоночник собаки. Нам нужно обозначить край хвоста, который входит в позвоночник собаки. И заодно будет у нас как литейная такая форма. Форма, да. Ага. Ага. Песня. Ага. Там. Там. внутри. Снизу. Видишь? Забилось. Да. Вижу. 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 Песня. Вот получилось у нас в итоге. Да. Получились две половинки хвоста. С отверстием для заливки. Так я понимаю? Да, да, да. И сейчас мы будем. И попробуем сейчас сделать хвостик. Так. Что теперь нам надо? Форму эту не дорабатывают, да? Или ее залезут? Не надо. Оно, ты, когда оно отольется. Ну, если там где-то пузырьки были. Лучше предмет доработать. Да. Мы потом уберем лишнее. Потому что собачка, видишь, она разгравированная. Ага. Чуть-чуть. Вот. Ну, а на практике обычно форму дорабатывают? Или предмет потом? Предмет. 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 Конечно. Вот тут. Ну, это где-то. Слушай, это то, что... Да все оставляй. Потом почистим. Давай это. Отливкой займемся. Ага. Так. Ну, тут. Вопрос такого плана. А сколько же сюда нужно этого самого металла? Металла. Как объем посчитать? Ага. Научи. А? Научи. Так это сейчас мы сделаем. Берем песочек. Ага. Ага. Оконник. Санечкового моста. Падший всадник. Очень похож на старую какую-то работу. Петрович, а конник с дефектом этот? Петрович пошел искать мешок песка. Представьте, здесь потерялся, вот в этом во всем, потерялся мешок с песком. Неудивительно. Тут столько всяких разных инструментов, назначение которых многих, скажу так, многих, мне неизвестно. Поэтому тут снимать нам не переснимать. Тут столько технологий, если возможно. Я говорю, там коника заснял. Он старый? Ага. А? Конь? Конь вот вот. В падшем всаднике. Это он дореволюционный еще. А что с ним не так? Вот смотри, чтоб красиво. Хочешь я чтоб красиво сделать? Мешок песка? Конечно красиво давай. Красиво. Сейчас мы сделаем. А, песок красивый. Красивый песок. Белый. Да. Стеклянная, этот, как она называется? Пыль. Не пыль. Вот это знаешь, чтоб покрывают разметку дорожную. А, чтоб блески были, шарики такие, пластмассовые. Будем измерять, сколько нам будет необходимо раствора. Не раствора, а как правильно? Металл. Металл. Так. И? Зачем, да? Чё и? Ну, дальше. Чё-то мало как-то. Думаешь? Да. Слипс. Да. Ух ты. Ёлки. Забыли про солидол. Ну, ничего. Сейчас мы его сырое. Сейчас мы его... Сырое. Ты представляешь? А этот нам нужно печку включить, чтобы... Что, сырое? Это солидол влип. Ну, солидол. Сейчас мы его... Смотри, что оно всё сухое. Смечёл. Смечёл. Прилипло на солидол просто. Смечёл. Смечёл. И это у нас. Запросто. Так. Небольшая производственная травма. Так. Небольшая производственная травма. Хвоста. На него насыпалось стеклянного песка и прилип. Внутри формы. Точно не сырое? Сырое. Сырое, да? Ага. Ну, мы сейчас его на этот... Подсушим? Да. На песечку положим. А в сырое нельзя заливать. Начнётся разрывать форму за счёт пара, да? Взорвётся, да. Вот видите, какие нюансы есть, друзья. Обязательно их запомните. Ни в коем случае не заливайте сырую форму. Ага. Так как форму может разорвать и придётся эту работу начинать сначала. Ну, вот Петрович всё ссыпал и у него, судя по всему, получился объём, который теперь нужно перевести в вес. Ага. Да? Ну, да. Ну, получилось вот шестнадцать кубиков. Шестнадцать кубиков. И теперь сколько ты возьмёшь металла шестнадцать кубиков? А мы всё это всё сейчас элементарно. Ну, конечно. Так. Или сначала поставим греться? Давай поставим греться, чтобы оно и нагрелось, и высохло. И высохло. А мы пока что отчитаем металл. Тихо-тихо, зеркало, тихо-тихо-тихо. Так, тогда я тут... Сейчас, подожди, я уберу оттуда его. Ну, что? Сейчас. Вчера, друзья, вы наблюдали, как Петрович полировал этот кусок стекла. И уже сегодня, буквально за ночь, он превратился в старинное зеркало с такой лёгкой дымкой вековой. Зеркалу этому больше ста пятидесяти лет, судя по отметкам на раме и на часах. И буквально в следующих... В одном из следующих роликов я вам покажу рамку с часами, в которую это зеркало встанет. Восстановление зеркального покрытия проходило по современной технологии, потому что та старая технология, она довольно токсична и вредна для здоровья. Ну, а современные технологии позволяют буквально за несколько часов кусок стекла превратить в зеркало. Я говорю, в Фейсбуке сегодня там опрос великий. А зачем обучение? Зачем в школе изучать геометрию? Кому нужны эти синусы? А зачем нужна эта алгебра? Ну да, действительно же. Главное, чтобы прочитать этикетку и сложить копейки. Ну вот, кстати, простой пример. Для чего нужна математика. Вот у нас сплав этот гардовский, который типографский. Что мы имеем? Ширина 25 на 4,5. Так, смотри. Где нарвут ручку? Кто ручку забрал? Так. 2,5 на 0,45. И длина у нас получилась... Вот ты невезуха, а. Еще не хватает. Да еще ничего страшного. Ну, сейчас мы вычислим. Так, это будет. Все же приблизительно. Ну, а если мало будет, допустим? Да ничего, нет. 21,8 на 21,8. Это я определил объем этого бруска. Всего. А? Всего. Да, всего. Вес этого бруска... Опа-на, не хочет. Не хочет верить. Значит, он тяжелый. Тяжелый перевес, значит. Больше килограмма. Да, нет. Ну, весы до килограмма эти. Сейчас. Пока посмотрим, что тут еще у него есть. Ага. 250 грамм. Видите, и здесь весы. И там где-то весы. В каждом углу какие-то приборы есть. Крупные. 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 Ну, вот. Так. Перек. Равно 250 грамм. Хорошо. Значит. Берем так. 21,8. Эх. 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 Что потерял? Сука. Что ты потерял? Форму? Вот лежит. Нет. Эх. 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 не в ящик и и положил перед тем как перчатки так сейчас секунду да сейчас включаю все готов поехали то ну тут видишь вот немножко у нас тут них нехорошие остатки теперь посолить поперчить до великолепно почти готов состав нового хвостика собаки осталось довести его до кипения и можно производить клонирование петрович делает манипуляции с формой думал туда зачем-то что зачем-то живым заливаем все за ними еще не ждем когда застынет хорошо что не обжегся сто процентов сколько ждем сколько ждем все наливай допил вот и хвостик я не ну принципе а в типографиях небо всех советских никогда давно был один раз там со школы так не был никогда конечно по свойски не ходили строго отливные машины они как мне интересы были по-свойски ходил на zip вот эта экскурсия была на куда zip zip я в радио школе изучился на ленина помнишь было туда нас водили показывали теперь мы там был так перемещаемся подожди 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 я же должен камеры перенести ну что я ромки малеха лишь поторопились и и вижу то не бросай 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 что не так а вот вторую навряд ли получится треснула форма видите друзья из-за того что потом не досушили форму она треснула от паров которые выходили после того как мы залили туда раскаленный металл поэтому форму эту можно уже выбросить не жалко 2 отливки с нее уже не получится но тем не положи я поснимаю по ты положил по переворачивай лучше он лежит сейчас вот видите какой получился хвостик и через какое-то время петрович его доработает и это сейчас мы уже все известно сколько нам нужно отрезать какие слесарная работа я понял отпилить проточить да и вставить а он вот этот гард хорош понимаешь он не не как свинец не как олова он такой хрупкий такой значит этот похожий на чугун да ну если его покрасить конечно и будет он как на родной собаке черного цвета и он будет так дынь 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 вот и наш извините как чугун да замечательно вот так друзья происходит клонирование хвостов на собаках производства завода касли конкретно вот мы говорим если про хвост то приложи поближе пожалуйста да вот таким образом проточиться еще здесь ну такой вот такой вот такой прорезь прорезь проточиться и на вот это отверстие зафиксируется хвостик хвост очень горячий петрович побежал его остужать для того чтобы мы могли приложить к оригиналу и свериться буквально одна-две минуты вот оригинальный хвост вот хвост собаки которую мы восстанавливаем приложи к ну к старому хвосту посмотреть идентичность так вот такая ты чего между ними микрон и мире нет я просто показать хочу что получилось вот был хвост собаки да мы такой же отлили по размеру и осталось его прицепить получилось что они даже там вот смотри мелкий вот весь вот тут даже тот косячок литейный который она покажи поближе вот 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 видишь что там лиза литейный пузырек не ну да ну как не почистили литейщик он тут отпечатался все четко все волосики которые с другой стороны вообще красота что там тоже видно все волосики дефекты не но это был это куда забыл металл это все чепуха вот так происходит да в домашних условиях буквально за 24 часа появился хвост собаки но дело в том конечно вот было желание это первоначально это же как первоначальный вариант что я когда-то петрович интернет это распечатал обрати внимание собака без веточки для распечатал видишь да да но это а все равно она она же она же но без вет друзья смотрите хочу вам показать вот все изображения собак которые есть в интернете с веточкой это большая редкость видео не веточка под брюхом петрович не обратил на это внимание они она мне не нужна мне собака больше нравится так это же перед они попали на них ну так извините это нужно с этим арифметику вспоминать туда сюда ракуре еще и фотография конечно как он там я обрабатывал неизвестно да да можно нажал или растянул уже это святой стороны вот тут а теперь чё ну все готовое да благодаря ареалу не точно антигуарному когда котором можно найти любое животное не кстати я один раз нашел такую но она ведь меньших размеров или как он этот джигитолка сколько есть четыре размера до четыре размера их сколько этих ружья там вот эти базуки там приходилось делать же шпановой четыре размера так что если вам нужны базуки и эти соблюки приходите мы вам сделаем два друзья если у кого-то не хватает деталей поможем на заказ не так а подожди а это ты же там когда мы кому на лошадь делали эти стремина ну это что а у стоп а уздечки вот это как кому я делал последний раз я не знаю да ты не будем озвучивать кому в реале достались хорошую уздечки на лошадь но кому-то достались не потому что знаешь там еще было в каком моменте вот настоящую при несли настоящую точно шуму муха там не сидел да ну вот эти вот уздечки были сделаны из тонкой тонкой жести совсем да она не серьезная да они не потом это прокатал более тонн толстенькие такие где-то 06 ее делаешь всего с теми же самыми вот этими с тучками и на более красиво смотрят петрович я как-то сделал саблю на салавата юлаева ну и сказали что это родная саблю правильно она настоящая и острая и острое да да а знаешь как это же приятно конечно приятно как-то сделала ну да ты что это да серьезно переворачиваю а там с обратной стороны под микроскопом делал куб не но это же интерес конечно интересно самое интересное в работе наверно ювелира это как ты говорил когда другой ювелир или группа других ювелиров не понимает как это сделано из какими это это не мои вообще-то слова это там классика такие что да ювелирные изделия не имеет обратной стороны изнанки пошла изнанка у нее тоже должна быть красивая закрытая глаз да да закрытая до вас но иногда когда вот в эрмитаже было что деваешь перчатки достаешь из витрины или там запасников вечера начинаешь его а понятно как она сделана ты представляешь но потому что пощупать можно ручками ты да если ты такое что-то подобное делал обрабатывал такие материалы знаешь как эти замочки выглядят как ты говоришь лего там собирают из ювелирки когда не видно сварных швов и все думают а там обычное лего уже давно обычный деревянный дом без гвоздей по сути только из металла также собран плотно стоит и надо знать в каком порядке собирать или разбирать такая головоломка ювелирная ночью это или оставим как такую не знаю что хочешь этим делай все прощаемся когда со зрителями до новых роликов окончательный вариант установка хвоста а мы покажем в одном их следующих роликов когда ты уже доработаешь когда уже покрасишь собачку и мы поставим двух этих собачек и попробует личиной дефект а так подожди ты вернешь хвост на слесарка не нужно все понимают потому что тут все конечно давай в двух словах расскажи детали какие-то вот так на свет видно что тут пропил ну пропил этот он был сделан для чего сюда должна быть вставлена железочка и также в том конце хвоста и на 2 до в пропилы ты ты собирается на заклеп очках естественно что она заполняется клеем или этим ну как его смолой а потом же просто подкрашивается ретушируется где-то тут добавляется эти волосики которые не вещь не пробежали за это условно ну готовый вариант когда доделаешь уже покажем вот это еще через сутки мы решили наведаться в гости петровичу с моим напарником собакой блогером бри пошли посмотрим чё там петрович наделал сюда выходить здрасте вперед нам сюда пойдем вперед сюда привет как тебе новое устройство нормально услышал чё сказал а тебя говорит можно погладить сейчас бри все отдыхай иди посмотри чё у петровича бри 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 иди сюда смотри что это едой не пахнет неинтересно так сильно не болтая не успеваю снимать дело в том что конечно вот собачка была без хвоста она как бы не недоделанная не ничего страшного есть возможность конечно первоначально собирался лепить лепить что-то там делать ну случайно так получилось что нашлась именно это именно эта же самая отливка так что я считаю что теперь вещи как бы отреставрированные то есть как ты говоришь если 10 процентов подлинного предмета осталось то подлинного то остальное можно это делать то есть по сути основная часть художественная если есть ну вот так друзья вот получилось вернуть к жизни еще одну собаку габри передает всем привет подписывайтесь на канал антикварный ареал пишите ваши пожелания о чем бы вы хотели посмотреть о каких предметах что чтобы вам было интересно отреставрировать вот так вот в онлайне практически а мы с петровичем вам это покажем и расскажем как это делается или же если будет что-нибудь интересное ну например не ну это видишь тут что но тут не хватает тут цепь должна быть у него каменный такой постаменте ну это не реставрация это доделка да больше когда на прийти к тебе как-то посмотреть как ты камни полируешь точек а я заказал на собачку нет сюда будешь на собачку будешь полировать его нет такая цилиндрическая такая постаменте должен быть рисунок ну ребята спится занимаются эти клубичинские так что сделают а это да тут он этот как-то шмюленберг какой-то швили швилинберг и вот вот Продолжение следует... Продолжение следует...